Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все наши сотрудники, побывавшие в вашем доме, констатировали, что не слышали никакого шуршания и не обнаружили заражения. Единственное, что вам требуется – профилактическая обработка. Прошу вас, примите к сведению, что это письмо – последнее предупреждение. В противном случае, следующее полученное письмо будет от наших адвокатов. С наилучшими пожеланиями. Карл Дентон. Компания «Усмирение надоедливых вредителей» О как. То есть, мы задалбывали вот эти всякие конторы, которые занимаются… Прикольно. Мошенник, на котором написано «Попкер». Попкер? Окей. Короче, к этому ко всему придется привыкнуть. Так, здесь у нас, насколько я помню, кухня. Да, управление такое, что к нему требуется привыкание. Так, на ФПС немного раздуплился вроде. Это самое главное. Подумалось, что ты опять не будешь спать всю ночь и приготовил тебе вкусненькое. Знаешь, я готов поспорить, что даже Рембрандт время от времени переставал быть совершенством и похрапывал, как и мы. Ты простой люд. Знаю, у тебя отвисла челюсть. В общем, поспи, глупыш. Я тебя люблю. Так, что еще здесь есть интересного? Очень прикольно передано именно вот это вот из этих этих бригад. То есть, реально круто. Такое ощущение, что там находишься. А за этой дверкой у нас стало быть всякое разное и не особо нужное. Я вообще не знаю, зачем я сюда пришел. Ну, просто так посмотреть, потому что, как видите, здесь вон куча нового деталей. Вот эти записки, их раньше не было, допустим. Ну ладно, давай поставим обратно. Да, знал бы я про управление, конечно, играл бы на ПК. ППС-то это, в принципе, такое. Я уже не замечаю, что он временами здесь дропается, потому что, в целом, картинка вполне себе плавная. Но вот управление... Ну, я думаю, тоже привык. С другой стороны, когда мы играли на клавомыше, там управление тоже было такое, то есть, излишне дерганное. То есть, нет в жизни счастья. Есть что почитать? Воду закрой, ну. Так, все отлично. Надо свет включить. Так, вот по-прежнему отбивает. Где у нас включается свет? Видимо, вот. О, хорошо. Что здесь еще есть? Здесь вообще можно пооткрывать что угодно. Компания протеза Ахиллеса. Протез голени. Как можно было ошибиться с длиной? Написано внизу. Это, видимо, очень сильно разозлило нашего героя. Да, графика здесь, конечно, мое почтение. Выглядит игра очень хорошо. Так, а здесь ничего пооткрывать нельзя? О, можно. Но пока что все закрыто. Вот, медали всякие, смотри. Герой войны или как? Ну и всякая одежда. Просто одежда. Я не знаю, мне кажется, что это игра, когда вот теперь вот она станет одной из моих любимых. Потому что единственное, чего мне не хватало раньше, это... Чтобы в нее можно было поиграть еще. Нашему герою постоянно кажется, что какая-то хрень происходит под полом. Что там бегают крысы. Это настоящее какое-то наваждение на лукомере. Это не очень нормально. И ты понимаешь, что наш герой, он вот такой вот. Что-то с ним, наверное, не в порядке. Хотя, может быть, и нет. Хорошо. Пойдем дальше. Сэр, я не заходил в мастерскую, как вы и просили. Хотя, представляю, какой там бардак. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Have a nice day. Так, пойдем наверх в кабинет. За ключами тогда. Вроде как, больше ничего интересного здесь нет. Да? О, подвальчик. Тогда сходим, проведем, что-то ты как... На самом деле, вы знаете, раньше эти двери, то есть когда играли в ранний доступ... Я, возможно, ошибаюсь. Господи. Когда играли в ранний доступ, они, по-моему, были закрыты. Это нельзя было все изучить. А теперь можно реально погулять по дому, прежде чем начнешь основную часть. Круто. Очень неплохо обновили, по-моему. Господи, сраные крысы, вы же кругом. Ненавижу, блин, кукол. Ненавижу. И крыс ненавижу. Нет какой-нибудь фонарь? Это очень напоминает аннезию. Очень-очень. Табель успеваемости, чтение. Ага. Так, ну не особо, честно говоря. Тут все по успеваемости, вроде как. По английской системе. Хорошо. А тут что? Наверняка опять найдутся такие товарищи, которые будут говорить, типа... О, это воск, что ли? Типа, ну хер ли ты не бежишь вперед? Почему ты так медленно ходишь? Я так играю. И благодаря этому мы с вами постигаем очень много интересных, прикольных моментов в игре. Так было и так будет. Мне нравится... Терпи или уходи. Вот. А мы с вами между тем нашли очень много интересных деталей. Тут кто-то учился. У кого-то там... Протез. Крысы. Кругом крысы. Наш герой, причем, задал бы вот эти службы всякие. Ладно, пойдем на верхний этаж. А здесь не должно кое-что лежать. То, что раньше лежало. Видимо, нет. Дом, конечно, просто офигенный. Так, что это? Да. Оказалось. Супер. Ясно. Так, хорошо. Так, эта дверь не поддается. Мячик пусть себе лежит в детской комнате. Что может произойти плохого в детской комнате? Верно? Не знаю, подначалу мне эта песня нравилась. Теперь уже такая вот, хватит забывать там и тому подобное. Жуткая картина между тем. Еще более жуткие. Оловянный солдатик. Или деревянный солдатик. Так, видно, чем свет. Электричество надо бери. Картина. Картина. Мама. Папа. Я. Кубок. Рисуночки. Но никого нет, на самом деле. Никого нет. Гребушка. Не знаю, я начинаю играть в эту игру и мне опять становится печально. Потому что ты понимаешь, что главный герой у него все просрано в жизни. Это не спойлер. Ни разу. Да, наш герой его заметили, да? Он хромает. Ноты. Сгоревшие причем. Краска как будто проросла. На дверь не открывается между тем. Работа на всю ночь. Не будить. На самом деле перевод следующий. Работал всю ночь. Не будите меня. Стекло разбитое, потому что потом поймете почему. Если вы не в курсе, я спойлерить не буду просто. Пожар во время торжественного открытия галактики. Кошмарные последствия пожара в Нейермаге. Десятки людей борются за жизнь. Долгожданное открытие в Нейермаге галактика превратилось в адское пекло, когда в здании загорелась проводка. Последовавшая за этим паника заставила многих посетителей собраться у пожарных выходов, которые в итоге превратились в настоящие тупики. Заторы, видимо. К концу дня катастрофическое несоблюдение мер безопасности унесло жизни 37 человек. 243 ранено. В данный момент полиция ищет ответственного за это несчастье. Владелец галактики Рональд Шеффилд отказался комментировать произошедшее. Ну пипец. Три сотни людей там обгорело. Кто-то вообще сгорел намертво. А вот и трость. Теперь трость лежит здесь. Угу. Это моя трость. Она здесь, потому что я инвалид. Прости, не смог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. О, господи. Да, наш герой явно прикладывался в бутылки. Ну и вроде как на самом деле все. Пойдем в ту комнату, куда нам нужно. Вроде как вы смогли свои впечатления сложить по поводу человека, что он из себя представляет. Поэтому давайте двигаться дальше уже по сюжету. Это жуткая херь. Волосатый ребенок. Что за картина вообще? Я не знаю. Так, свет. Что-нибудь интересное? Да нет, вроде. Мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос. Ты окончательно тронулся умом? Я знаю, у тебя сейчас нелегкие времена, собственно, именно поэтому я и попросил тебя нарисовать эти иллюстрации. По старой памяти, так сказать. Само задание было таким простым. Я-то считал, что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне. И я подумать не мог, что детская сказка в твоем исполнении превратится в безумный кошмар. Я не собираюсь это опубликовать и уже жалею, что мы заранее договорились об оплате. Возьми себя, наконец, в руки твой старый приятель Лиам Брикстоун, издательство Шепот Сказки. Смотрите, что он нарисовал. Ага. Ну его можно понять, да, недовольство? Офигеть. Так, запотаем ключ. Смотрим, что по той стороне. Вроде больше ничего. Прости, я все за тобой, все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты обещал. Хорошо, наводим порядок и давай пойдем. Ключ-то мы взяли, по идее. Да, очень много изменили на самом деле. Это меня очень радует, потому что второе прохождение будет отличаться от первого хоть немного. Но эмоции, конечно, будут в первых двух-трех сериях не те. Но зато я смогу вам более подробно рассказать, что да как. Время... Алло? А, где... Ага. время 15 что как-то странно 12 15 серьезно а в чем прикол а чуть часы зазвенели сделай все правильно в этот раз в этот раз сделай все как надо перевод полный короче говоря это радует да уж что-то как-то все печально здесь давай смотреть на самом деле прикол в том что у нас есть холст этот холст мы будем постепенно дорисовывать в этом смысл сюжета это потеряно ты это заслужил закончить я думаю в будущем этого раньше тоже не было я думаю в будущем у нас будет складываться картина так или иначе происходящего я имею ввиду куча карандашей серьезно так не поддается не открывается куча бутылок прикладывалась короче говоря он знатно к этому делу молочек такой так здесь есть что почитать есть разнообразные штампы до заметки бред неудобно на геймпаде это делать но в целом конечно привыкабельно не могу почитать могу у меня сточешь тело общаться через записки мы живем в одном доме в конце концов как закончишь приди поговорить со мной до того как ляжешь спать короче говоря главный герой такой который не вызывает особо симпатии человек опустившийся по сути ладно пойдем скрыты без причины вы получили приз что же произошло в итоге это пока что вроде ничего ладно пойдем что ли обратно но у поняли да здесь все как-то немного по-другому немного что это за книжка интересная приседать могу господи я знал пленуешь что-то я твой год это херни плохая игра охеренно страшно поначалу еще это как бы ерунда все тихо спокойно ладно просто идем обратно наверное это все что можно сделать и это наверное норма вот лишь совсем не страшно когда свет ходишь кругами или ходя кругами и закрыта все как обычно да и уже не откроется некий мужчина некая женщина что бы это могло значить так звуки по отсюда идут но нам нужно узнать код понятное дело код так просто не узнаешь восемь пять четыре я понял так задержка это геймпада звук идет прикинь приглядись одна только мысль что на самом прекрасном произведении устранец моей фамилии убивает меня так ты выйдешь за меня это для пример так зачитал в общем напишите в комментариях стоит ли читать субтитры пока что я больше не буду я знаю что многим это нужно сами там порешайте а я посмотрю так тубики с краской ничего особо интересного какая-то фигня между прочим который можно подожди на который можно посмотреть приглашение кто-то кто-то имеет честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу девятого июня в часовнице святого луки в два часа дня вот она чё никогда не забывай в этой игре да в этой игре это порядке вещей так тут же свет тоже должен быть нет доминошки что-то я подзабыл эту игру что-то вымораживает слегка ой бабочки так хорошо здесь кругом херня какая-то доминошки доминошки конечно ничего не хочу сказать но это пипец жутко пипец любовь моя пусть ты еще не родился я уже чувствую что ты рядом это просто поразительно поверить не могу как же мне повезло год назад все что у меня было это таланты амбиции а теперь наперекор всем невзгодам у меня есть карьера любящий муж и ты я всегда была чужда религии наверное то что другие ищут в проповеди я нашла в совершенствовании собственного искусства но теперь мне все учудится что за мной присматривают высшие силы однажды мне сказали что я ни за что не стану известным музыкантом теперь же я выступаю с концертами на самых престижных сценах страны и они проходят с аншлагом а еще говорили что у меня трудный характер и что я никогда не найду себе половинку не угадали наконец однажды врач сказал мне что у меня никогда не будет собственных детей и вот он ты во мне наверное самая счастливая женщина на свете я так тебя люблю ну как тебе сказать зритель вот ну ты знаешь да такая херня мыши в пыли даже в моих легких грязь от уродливых грызунов ее все время много да здесь очень много таких вот мелких деталек которые можно найти а можно не найти и от того найдешь ты или не найдешь в принципе ничего зависит не будет но тебе понравится если ты найдешь этого побольше и мы по прежнему где то там же да ну да это что за херь а это подушки я подумал что-то реально стрёмное так на самом деле здесь теперь никакой куклы нет вообще ничего не было все хорошо все нормально просто просто уходим отсюда о господи твою мать я подумал что за мной что-то катится что-то что-то это сказать да да ну я да я все картины троятся троятся картины Играет музыка. Я что-то подзабыл эту игру, пипец. Я думал, что я буду меньше бояться. Но что-то как-то... Что-то как-то нет. Пищащие поджигатели. Эхо-криков. Они ни перед чем не остановятся. Я так просто не сдамся. Ладно. Крысы, мать вашу, хора это делать? Ну, серьезно. Ой, мама. Он упал, короче. Его там тупо нет. Ой, боже мой, господи. Бляха-муха. Ладно. Все херня. Серьезно перепаратился. Что-то... Я вообще не должен пугаться. Я, блин, проходил это. Хотя оно все было в немного другом порядке, по-моему. Если мне память не извиняет. Ну, тут что-то как-то... Ладно. Просто пошли, короче. Я вам говорю, хоррор крайне годный вот этого. В нем есть все, что нужно, чтобы игра реально... Ой, давай аккуратно. Чтобы игра и пугала, и нравилась одновременно. Блин, мне не нравится то, что динамики с геймпада передают звук. То есть прикол в том, что я в наушниках, поэтому я просто не слышу. Зачастую того, что... Ускорение контроля... А можно? Во, давай это выключим. Вот это вот то, что как в молоке водишь, вообще неприкольно. Во, во, пошло. Отлично. Хотя теперь я какой-то слишком простой стал. Не знаю, как это передать, в общем, но... Мама? Здравствуйте. Это время, чтобы мы поговорим, не думаете? Я имею в виду, я видел тебя в моем доме так много раз. И я никогда не смогу найти вероятность, чтобы передать тебя прямо. Не до того, как сейчас. Ясно. За окном погодка такая. Девушка. Хочешь. Ага, я понял. А, понял. Тоже. Ой, я пошел. Что-то мне тут стремно как-то. А. ребят напишите мне это уже я борюсь с тем что я пытаюсь вспомнить было в такой оригинальной игре или просто это вообще не помню такого точно по мне было пипец игру обновили очень очень неплохо спокойно самый трудный шаг это первый всегда так всегда симпатично тут у вас не а граф конечно в игре хорошей нравится фух ладно я на самом деле пошел смысле а господи твою мать ой мамочки господи какая херь то происходит я помню эту тему я все равно пугаюсь в чем дело на это на на и на не на и на не на на не на с Так что я использовал рейзер, на самом деле. И тогда внимательно слегнул кожу. Бууз помогал держать мои руки стабильные. Хорошо, но между тем мы с вами, по-моему, кое-что сделали как нужно. Так, сейчас я пересяду поудобнее. Кирпичики надо встряхнуть. Мы можем открыть это дело, нет? Что-то как-то нет, не можем. Похоже, это... Что это за книга такая? Мыши в пыли. Это то, что я подобрал. Это то, что я насобирал. По этому делу я не буду стремиться прямо все подобрать, потому что это затянет прохождение очень надолго. Но постараюсь сделать как можно больше. Увижу, сделаю. Ненавижу даже сейчас потерянным. Ты это заслужил, закончу ее. Ну вы поняли, постепенно все это обновляется. Вот оно как. Дыши глубоко. Помни, ты профессионал. Всего несколько первых мазков. Потом можешь напиться в стельку. Что в этом сложного? Так, ну и ладно, короче говоря. Давайте. Рисунок постепенно будет вырисовываться, но пока что по-прежнему ничего не понятно. Это похоже на каких-то наркоманских фламинго или что-то в этом роде, я не знаю. Между прочим, я не могу шевелиться пока. Это, наверное, нормально. Это типа там загрузка может быть идет, а может быть сохранение. Версия для PlayStation 4, надо сказать, терпимая. В игре, может быть, есть просадки FPS, но между тем очень неплохо с текстурами, освещением. То есть, пока что версию практически не порезали графически. И это хорошо. Потому что текстуры, в первую очередь, как правило, идут под нож. Но тут все идеально в этом плане. Так, ну и как видите, первый яшечек у нас открыт, и там написано. Про то, что чувак, в общем, вместо холста использовал чью-то кожу. Надеюсь, свою. Ладно, как бы там ни было, мы с вами прошли первую главу. Их тут, получается, будет шесть. В прошлый раз мы, по-моему, с вами две или три прошли, я не знаю. Ну, короче говоря, я могу сказать, что это дело очень хорошо обновили. И даже в тех моментах, которые я раньше играл, очень много такого, чего, собственно, раньше не было. То есть, добавили, и это хорошо. Поэтому, соответственно, это прохождение, наверное, будет интересным и хорошим. Потому что игра просто очень-очень классная. В ней хорошая графика, в ней атмосфера амнезии и Silent Hill одновременно. Что, на самом деле, довольно-таки необычно. Ну и в целом, как бы, в ней хорошо все. В ней хорошо все. Ну и кроме того, это хоррор. А что-то по хоррорам в последнее время у нас не так много было годноты. Поэтому будет приятно пройти ее тем более. И на этом все. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok